привет злая как сволочь ругаться нельзя сегодня суббота великая суббота причем завтра пасха я сегодня целый день потратил на то чтобы найти где можно посвятить пасху мало того что ее негде посвятить ее еще негде купить играться и ставить опару и печь 20 пасок у меня нет ни сил ни вдохновения не таланта иду магазин чтобы посмотреть что в принципе там можно купить я узнала что украинская церковь есть в сильверсприн это город которому нужно ехать минут десять машиной общественным транспортом нужно добираться от полтора до двух часов google map показывает расписание почему только с понедельника как ходят автобус то есть еще неизвестно или не ходят в эти дни такого что церковь была на каждом шагу здесь такого нет я привыкла что у нас в ивано-франковске церковь на каждой улице теперь я например дома на украине могла пойти в магазин или выйти на базарчик и купить какую-то очень даже симпатичную недорогую пасочку я сейчас попробую это сделать здесь но очевидно кекс какой-то найду но опять же проблема с яйцами я могу их покрасить конечно в луковой шелухе что очевидно я и сделаю но не знаю смогу ли я найти например те же пленочки эти китайские которые на как пасхальные яйца клеятся или краску так я продолжаю свой разговор по поводу поиска в пасхи я все также злая пришла из магазина в результате я купила вот это вот это кекс он чернище а этот шоколадный накупила там всяких фруктов овощей делаю небольшой экскурс что я купила сэкономила 10 долларов была распродажа рыба и мясо у нас есть я купила конечно овощи фрукты мне очень нравится что здесь круглый год ягоды сегодня была скидка вот эти две упаковки за 4 доллара и вот здесь я уже скулечка подоставала шикарный ананас мне достался сегодня и клубника была распродажа тоже упаковка получается по 2 доллара ну конечно мой любимый виноград и мне сегодня сделали комплимент по поводу макияжа у нас очень тепло я вырядилась такие вот рваные джинсы мне страшно нравится я сейчас попробую приготовить корзинку у меня нет ни рушныка чтобы украсить корзинку да и корзинки по сути нет вот такая корзинка вот пасхи светить начинает вашингтоне в 10 часов вечера но туда далеко ехать а здесь есть недалеко церковь то там начинают светить только в час ночи мне сказали что в час ночи со мной никто не поедет поэтому может быть мне придется вызывать такси вот но я если доберусь до церкви я там конечно что-то поснимают тогда выложу в интернет это все еще я все еще не сдаюсь я даже имею вот такую вот вышиванку это мне подарила женщина у которой я работала я когда приехала в мариленд то я бралась за любую работу вот у меня доваривается яйца в яичной шелухе пора выключать это яйца в яичной шелухе вот у меня получается такая стрёмная корзинка ну что было из подручных средств я как-то пытаюсь сделать волыкодник кошек я кажуть у нас на украине это вот моя пасхальная корзинка там яблочко пасочки у меня нет вот такие вот есть кексики я напекла пирожочка вчера с хурмой нашла вот такие вот цветочки нашла какую-то стрёмную такой вот скатерть ну и сейчас буду укладывать яички продолжение следует я успела на службу божью нашла украинскую церковь православную это одна из старейших церковь церковь очень много людей люди разных национальностей сейчас причащаются там оркестры церковь очень светлая просторная можно посидеть отдохнуть сейчас скоро будут светить пасочки литургия велась на нескольких языках старо церковный украинский и английский сейчас батюшка всех пригласил на выход на улицу где будут светить пасочки праздник продолжается вот сколько людей житя перемогая смерть жизнь побеждает смерть говорит священник очень красивая поляна вот озеро что удивительно рядом с православной церковью мечеть мусульманская я уже познакомилась с девочкой она мне помогла сделать фото девочка из Хмельницка у всех прекрасных настроений чудесный день у нас очень жарко непередаваемые эмоции для человека который далеко от дома услышать родную речь увидеть родные лица это очень важно и я счастлива что я доехала как он считался радостно может также так служба закончилась сейчас все гуляют никто никуда не спешит как то так по домашнему все я ехала сюда немножко переживала но зря я переживала все так хорошо получилось и успела пасочки посвятить немножко рассказать и пофотографироваться особенно ни с кем не знакомлюсь потому что набираюсь впечатлений куча какашек но это явно не уточки думаю здесь еще ходят дикие звери типа олени действительно живописное место я хочу еще раз показать эти пейзажи вот яблонько небо какое извините свежая зелень люди устроили пикник себе сразу вот фонтан заиграл здесь вообще в озерах очень много фонтанов тут такие мини площадочки для детей я хочу показать свой наряд я в вышиванке это все мне подарили люди в принципе это не мой фасончик я бы такое не носила наверное но вышиванка мне очень нравится мой любимый бирюзовый тут какие-то бусинки даже и вот такая вот юбчонка короче я вся в белом спасибо добрым людям что меня здесь одевали давали крышу мне над головой кормили помогали всячески Христос воскрес вот деткам раздают угощения там по моему мандаринки сладости какие-то я вас снимаю я вас снимаю дякую дивлюся что вы деткам раздаёте там солоду так 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 и не собираю ой дякую 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 тем больше я тут вперше мне очень нравится тут очень красиво прекрасно просто приходится частейше дякую святом вас дякую 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 продается это конечно всё увидеть здесь они газеты выпускается А эта я такая лохматая на улице вечера еще распакавливаю. Яйца деревянные. Все, Пасху посвятила. Домой еду. Пока. Я все еще около церкви, не хочется уходить. Хочу показать два флага. Вообще такие ощущения странные увидеть флаг моей страны. Услышать русскую, украинскую речь. Увидеть славянские лица. Собирается гроза, кажется. Я тут топчусь. Это очень красиво, конечно. Чудесное место. Только что разговаривала с служителем церкви. Он сказал, что действительно сюда приходит. Много национальностей. Немножко коснулся политики, но я эту тему замяла. Он сказал, что не все здесь поддерживают Путина, имею ввиду русских. Но, к сожалению, даже здесь без политики не обходится. Я вызвала такси и пока что играю с телефоном. Хочу сказать спасибо Google. И я вот здесь стою и думаю, до чего дошли технологии. То есть я вообще не знала, куда ехать. Это другой город. Нет, я не имею машины. И все вычислила по интернету, через гугл. Я даже узнала, когда здесь во сколько будут светить пасочки, когда литургия. И сейчас меня мой водитель, таксист, видит через спутник, где я, в общем-то, стою и куру в ожидании его. Поэтому, не знаю, как раньше люди обходились без технологий. Раньше говорили, язык до Киева доведет. Я сейчас говорю, гугл и интернет доведет до Киева. Ура, 21 век. Все, теперь уже пока.